7 девятиэтажных домов Верхней Салды имеют на балансе 12 лифтов. Курсиры округлосуточно вверх и вниз, они доставляют жильцов по назначению. Забота об исправности и безопасности этих механизмов возложена на специализированной организации. Управляющая компания заключила два договора со специализированными организациями. То есть первый договор у нас заключен с организацией ЭТЭЛ. Это договор на техническое обслуживание, ремонт и безопасное содержание лифтов. Именно компания ЭТЭЛ обеспечивает ежедневную круглосуточную работу всех салдинских лифтов в безопасном режиме. Ее диспетчер наблюдает за каждой кабиной и откликается на сигнал бедствия. Ее специалисты устраняют любые отклонения от нормальной работы грузоподъемных механизмов. А вот гарантиями, что использование лифта не угрожает жизни и здоровью жителей, занимается другая организация. Второй договор у нас заключен со специализированной организацией ООО – региональная уральская экспертная компания. Эта компания из города Екатеринбурга. Она осуществляет освидетельствование, техническое освидетельствование лифта, которое происходит у нас. То есть такое освидетельствование раз в год на каждый лифт. Выдается заключение, то есть в течение года этот лифт может использоваться безопасно. Любой лифт имеет свой паспорт, куда заносится вся необходимая информация. Завод-изготовитель, грузоподъемность, дата изготовления и начала эксплуатации, а также количество остановок и высота подъема. Плюсом – всевозможные акты приемки, чертежи и схемы. Как любой автомобиль проходит ежегодное техническое свидетельство, так же лифты, это связано с жизнью людей. Отметка об этом также заносится в паспорт. Так что при должном обслуживании и грамотном контроле никаких трагедий с людьми в лифтах случиться не может, уверен Александр Васильевич. Сам в прошлом более 15 лет монтировавший лифты, а сейчас – возглавляющий фирму по их обслуживанию. А как же быть с историями про оборвавшийся трос? Люди просто не знают лифты. Даже все три троса оборвутся, если лифт не упадет. Там очень много приборов безопасности. Если лифт превысил скорость выше номинальной больше 15%, он тут же жестко садится на ловители. Если лифт исправен, двери кабины никогда не откроются при движении. И обнаружить пустую шахту при вызове кабины лифта тоже невозможно. Двери шахтные, которые на этажах стоят, они открываются дверями кабины. То есть в привод дверей кабины стоит двигатель маленький на самой кабине лифта. Он приводит в действие двери кабины, которая своими лыжами открывает замки, открывает уже уличные двери, скажем так, на площадке. То есть у каждой двери привода нет. То есть привод один на кабине. Если кабины нет, двери сами не откроются. Но любой механизм, даже при самом замечательном уходе, имеет свой срок службы. Для лифтов в многоэтажках этот срок составляет 25 лет. Самые первые лифты в нашем городе появились в доме 85, корпус 2 по улице Энгельса. В 2012 и 2013 годах благодаря государственной программе во всех четырех подъездах удалось поменять устаревшие лифты на современные аналоги. В этом году подошел срок замены лифтов во втором корпусе дома 12 по улице Спортивная. Замена одного такого агрегата выливается в сумму около 2 миллионов рублей. В свете последних событий тема реконструкции лифтового оборудования стала особенно острой. В 2016 году бюджет Свердловской области выделил 50 миллионов рублей на замену лифтов в многоквартирных домах. Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» подала заявку на два лифта. По условиям программы сумма на замену оборудования будет складываться из трех частей – областной бюджет, местный бюджет и средства жителей. Только объединив усилия, управляющая компания, городских властей и собственников жилья, можно реализовать этот дорогостоящий проект.